Духовный центр России И туда приезжает множество баловников Только с России и со всех стран Там там личные близко, с Кидаевской сети Миллион баловников приезжает каждый год И в центре Воронежа стоит проездки с оборудованием в Варшаве Я бы составил эту презентацию сегодня Быстроить к видео, успел прописать, растить, но буду рассказывать Особенно день преподобности есть, я стою в непрестанной очереди Чтобы приложиться к святым мощами В нашу духовную вождь и комерную землю русской Там такой иконостас в этом соборе Это вот иконостас, в котором находится Рак и святые мощами справа А справа от царских рак Вы видите икону святой Троицы Вот она как раз тоже видна Справа на правом слайде И смело ее изображение А на солье, то есть на этой дорожке, которая справа, как Анастасия Анастасия, на солье, что происходит Давайте я буду просить следующий слайд, ладно? Рак и спрещали преподобного сердца То есть преподобный сердца, хотя умер, интересно Но духовно находится душа и на небесах И остались святые мощи И очень, допустим, многих десятых русских и вседневных И он не только в православии существует А хватит дальше Может нажмите на кнопочку, просто нажмите на кнопочку К лавре, лавру на преподобного сердца, не поймите Объезжают судьи тысяч, можно даже миллионы паломников И лавру, видите, с трудом помещают Вот я, грешник, на левом слайде тоже участвовал в служении В преподобного сердца было множество учеников духовных И они составляют на небесах собор радонечных средств И мы на земле их праздную, и специальные службы А с правой стороны, Епифаний Примудрый, летопис, который был одним из учеников В преподобного сердца жил, ну, как сказать, учеников-учеников Буквально через короткое время после его кончины И со свидетеля очевидцев писал его житие Много летописных осталось в писании, где в грамюрах, в сказаниях о нем пишется В преподобный сердце и трудился, сам настроил свои телесные, помогал другим братьям строить телесные, носил воду Одну из историй, вот, известно, когда он плохо учился, это было часто актуально для нашего времени То он молился очень, чтобы Господь дал ему премудренности Почему он является, вот, мать Мария сказала, покровителем учащихся Потому что ему плохо давалось, хотя он старался учить Не летя, конечно, как часто он укуваем И вот он много молился, один раз, когда он ходил в лес, возучив пастухом, в том числе Ему явился данный вид из химмика И дал его просворку, которую он вкусил, смотрит И потом стал хорошо учиться, лучшим учеником стал И познал, но не только земного, не буду знан, и божественный Ему дикие животные переновали сердце Видите, с левой стороны их написано, изображение С правой стороны неисправших художников, а посетцов, а другие художники рисовали Преподобный сердце, и он изображен на многочисленных иконах и картинах Я вот тут в интернете искал, допустим, за презентацией Просто там миллион этих картин, и очень красивые, интересные Поэтому буквально за один, за полдня я сделал презентацию То есть, и хорошее отношение, он устроил кереки прекрасно Отдел к профессу Преподобный сердце, я и... Смотри, давай дальше Он является куменом в семье русской Куменом, это значит, переводим на современный язык, духовный Божий То есть, тот человек, который, если есть политические, может быть, у нас президента Сейчас вот уходы, может, это патриарх Но в церкви тоже есть разделение, есть как семья, то есть, есть отец, он глава семьи, а мать, она главный воспитатель для материнского слову Так вот, так и церкви тоже, допустим, патриарх, журналисты, священники, это административные, у нас есть духовники, консервисцы, заставники, это такая вот, можно сказать, духовная материнская область Вот он был молитвенником, печальником о земле русской И к нему приезжают на поклон князья великие Вот сейчас он сидит на ской Приехал за благословение на Бирску Брикосу А за это стоят два монаха Александр Аслято и Андрей Бересец Которые тоже стали святением Пашистов, положили за Брикосе Много таких картин с элементом Известные художники пишут Такие серьезные тоже благословения Преподобного сердца На Гольковскую битву Трубец иконы Здесь изображена на следующей части Преподобной сердца Которая благословляет Дмитрий Донсков А на правой стороне Александр Аслято готовится Александр Анатольевич, простите Готовится к битве И молится Это такой трепетик у него Это у него Это тактарная жертка Как он уже написал замечательную картинку А это изображено уже к кончанию битвы Дед Сладин, наверное, сказал, что На полметра кухня бьет линей У этого человека был очень сильный человек И при этом еще колдун Об этом в шаржинских монастырях Рецептации И затем, когда мы приезжаем Шаржинский монастырь в Китай Наши русские учицы Китайцы То они удивлялись Для этого Бессмертного Ну там много Описи О том осталось Они очень уважали этого Александра Бересеса Потому что Тот вот Челубе Был для них неубедимый Он был колдунный Очень сильный Борец И он всех вот побеждал Но Так как его проткнули Наши Александр Бересесец Видите, как его Сказали? То Челубе Он был в броне И Копчех остановился Он сбит с коня И упал в сторону Как раз Програвших Монголов И Поэтому Знак Вот Здесь Так скажем Наемники Стоят Иннуэзцы Известные Как говорится Завненки Которые Сейчас Нанимаются Гардией Ролины Воюют Воюют Братья Деньги Воин Воин Во время Битвы Преподобный Сердь Молился за наших воинов Была помощь Слышающей Видео Известных Воин 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 Парад был 240, а у них был 960 воин, как по-другому все говорят, вам мое рассказание. Подобные сезди забудут на себя в Интере, хрифуковое село Благородское есть под сездием посадом. И там собрался в отделу Магрисазы и Азар-Грушки для их детям. И в село Благосовения, ученики последствия организовали такое училище для детей, оно существует на ныне, называется Благородское. Там режут как раз и преподобное сезди, и так далее. С правой стороны изображается событие, когда ночью в подобном сезди молился, и вдруг вверем в окне яркий солнце, яркий солнечный свет за свет, торжественный отховерский свет. Он вышел, видел множество птиц, если они не так много, еще птиц, но великое множество птиц за свети. И был полный, что столько будет у него очень много. И действительно, мы видим, что сейчас, в прошлом следующем, сейчас в Троице Сездие Лаврова беспокоен на прошествии 700 лет после жизни преподобного сезди, потому что уже был 14 лет, сейчас 21 лет. Столько святых учеников последовало преподобное сезди. Я вот сам в Троице Сездие Лаврова 22 года, и потом меня направили сюда, в Троице Сездие Лаврова, занимался здесь Божьим Герой. И в Троице Сезди Лаврова есть и духовные школы, это духовные сезди и академии. Есть и ленинские ученицы, которые готовят певцов, принятых, ну, дирижерных, скажем, в Троице Сездие Лаврова. Есть и экзотистные школы, которые готовят певцов. И есть старцы, которые тоже монахов выгравляют. Из монахов ведутся и кумены в монастыре, и бисквиты, даже патриархи в Троице Сездие Лаврова. Так что Лаврова является таким духовным, духовной Родиной многих известных остальных. Там же есть и школы исторические, у нас исторические планеты, школы Горсов, например, в которые вышли различные педагоги, такие как Ключевский, Соловьев, Глубинский и другие. Так что Лаврова – это такой вот центр духовный, центр во всех смыслах, в своем духовном смысле. Поэтому это икона с жизнью преподобной Сердия. Пусть единица, вот голубая, сливая, тоже для зрения икон, с кремлением, с жизнью. Вот еще и кодорожение, тоже выгодная, довольно большая икона, расширенная. И все события, основные связанные с его духовной жизнью. То есть современные иконы тоже, связанные с преподобной Сердия. Трудья Сердия Лаврова, основанная преподобным Сердием, она выросла. Туда цари, императоры, когда этого великие князья, пытались не внести в клады. Причем ходили туда бешком. Вот такая традиция даже Романова, Тихо Леонидовича, до этого не ходили бешком. Можно, наверное, нарезать из партнер, кто растриграет здесь партнер, для лампы. Тут можно и сапрекеть. И вот, на Турции Делор, она, конечно, изнасная, и сейчас множество храмов, соборов, святых мощей. Тут явно под сходом колоколья 80, почти 90 метров, 80 метров. И духовные школы, это действительно целый благосостояние, такой божий институт. Это, причем, такие фрагменты, Лаврова, на самом деле, когда она расширена, это часть, там еще многое совмещение. Надо сказать, что духовная война, она никогда не прекращалась, особенно с Россией. То есть врать все именно подал, со всех сторон. Даже с Китаем у нас здесь немало попадений. И поэтому духовные люди, часто, будучи близкими, воевали на войне, а потом некоторые из них стали священниками. Вот мы видим те люди, которые сначала воевали, сначала они воевали на наше тело, а теперь воеваются на наши души. Живые священники, вот сейчас и не живые, это слиграфия Старта, многие из них, вот, там, иисковые священники, монахи, не, и вот. А многие священники воевали к другому, то есть они не проливали кровь, но не хоргали войско. Ну, хотелось бы несколько слов сказать о монахе. Монахи – это, прежде всего, это священники, несколько обетов нестяжания, то есть, житель с кровного бога, также обетов целомодрия и послушания, да, то есть в земле и тех, где непослушания. В этом монахе живут, вот где-то есть фотографии, я знаю нескольких монахов, которые живут на Афоне и на Кавказе, в нашем российском вступлении. То есть не таком открытом, конечно, большие двери, там, чуть-чуть не стройчатая, и живут очень много. Занимаются хозяйством, живут просто и скромно, даже если вы так, как говорится, кушают, но простой пищей. И лица, что мы все сделаем, это вот наши классные монахи, тоже, которые на Афоне, подвязаются, я знаком с ними, это с этим и делаем деньги. Также священство, есть священство, которое в средствах массовой информации, информация, улица, говоришь, что покои там бессовестные, там и так далее. Действительно, как говорится, все деньги не живут, но в основном наше руководство священства, это скромные люди, которые живут не за счет, там, ничего, да, вот такие, то есть тяжело, они, так вот, вязаются, трудятся, вот, допустим, патриарх, это патриарх, грамотного государства, мощного, и его, конечно, охрана, не странно, СОО, но государственное, его возят на церковь машины, государство, и, как говорится, много жертвовало, вот, оно будет, например, всем с удивительным, и ходить на школу, ездить на трамвай, но, поскольку сейчас, то есть, церковь на странах, вот, например, пример нашего лавровской инстанции, я хочу откуп старцев, так сказать, это один из них, один отвертый, наверное, Кейтин Павлович, он, великие стали, недавно умер, это 7 лет назад, 6 лет назад, вот, был, у нас были все совершенные, все его уважали, буквально все, кто его знал, но, при этом, надо сказать, что он воевал на войне, видите, на левом скидке, он звезду героями, и другие, он был тот лейтенант Павлов, лейтенант Павлов, который защищал, тот Павлов, который в нем раз, когда не могли выручить, они от немца забрали, в Старинграде, величайшие победы, потом пошел в Павлов, и потом стал встретить на важных странах, то есть, в котором понимают мужество, доблесть и за земное отечество, и за небесное отечество. А это, как бы, у нас достались архимандритного, он предпородил тот же великий подвижник, веры и благочестия, которого я окравлялся, это был мой замок на Старе, он, вот, видите, я даже скатерный сайт, я знаю, с уважением, то есть, он, он окравлял множество людей, перевозил крелия, ездил по всей стране, посвящал, издал более сотни книг, открыл более 50 монастырей, к нему сотни тысяч людей, отходили от него, и он их окромлен. И вот хотелось бы рассказать про одну такую историю в конце, краткое, что артез на ум, вот этот случай, у меня касается, я был, можно сказать, его отчасти с участником, я в одиннадцатом году приехал весной, в Кузьмар в ноябре, когда я в Арсеньевску спаливаю сюда, в город Арсеньев, а до меня весной, так вы знаете, был такой взрыв на станции, икония Фарусима, да, высшая, и вот, игуменья монастыря, племельничек, она, опять же, простая женщина, хотя и, ну, духовная, конечно, уменьши, то есть, горбляет монастырь, в Жерске, там, 50-50, анахи, например, 40, и они занимаются сельским хозяйством. Так вот, он позвонил, ну, в смысле, в Теренце, на правом номере, она подчеркивает руку, и он говорит, мать Томбара, садись на свой, какой-то автобус, микроавтобус, да и батюшку, сама садись, и две сестер, и жать на море, на океан, на Тихий океан, и вдоль моря, совершая тякаевские, другие молитвы, и не сказала зачатую, она даже до сих пор не появилась, вот, она им просто просто рассказывала, так вот, каждый год в Российской ездке ездила. Вот они собрались, у которого, обратная грибаров, Рудная креста, Каменка, Тердейл, мосток, туда вот, в сторону Ангу, его проехали, туда, врат из Молитвы, несколько дней, ну, вот, и, вот, буквально в эти дни, в завершение этой порезки, состоялся срыв в Уссине. Так вот, чего хотелось бы сказать, там, братья сестер, что Японское море, как вы знаете, оно, сейчас я деду, Так устроено, что там каждый день меняются лет, как разговаривали со головами еще до этого. И вот видите, Камчатка, да, вот наш ремонт. А Фокусин вот здесь находится, с восточной стороны Японии. Так вот, когда был взрыв, ветер дул 10 дней со стороны России. И та радиация, которая могла бы прийти к нам, да, спокойно, потому что это довольно близко к 3400 километрах России, на племории. Она вся пошла, впереди этот кадр, это странно, я помню следующий слайд. Ну, много, не кадр, я бы выбрал, но с нескольких. Видите, может быть, часть пошла на Камчатку. В общем, это сильная часть радиации, это меньшая, что еще слайд. Пошла и сильная на Америку. Давайте можем следующий слайд. И даже в Южную Америку. Здесь нет, там нигде другого карта есть. То есть это иностранные карты, они в интернете есть в самом доступе. А для примера, может быть, когда следующий кадр. Для примера, вот был взрыв в Чернобыльской АЭС, да, и потом был взрыв. Тоже 10 дней, да, через два дня, да. Видите, сегодня взрыв, который прошел туда, ну, что сказать, да. Скандинавию, да. Потом по России немножко, потом Европу попачкало. То есть обычно за 10 дней ветер гуляет, да. А тут вот, смотрите, 10 дней в Японском море, вот. Вот, ну, то есть Ставец этот разлел и, ну, как говорится, нищий поставил. И Россия, видите, как говорится, осталась без радиации. Вот. То есть, как бы вот этот пример небесного покровительства, ну, и земного, соответственно, на нашей России. Ну, просто какой уровень наше осталось. Ну, вот. Ну, и сейчас, вот, у нас тоже есть живые подвижники Георгия Белгочестия. Тоже, бабы, их монастыря. Вот. И сейчас вот следующий доклад. Спасибо.